Еще одной категории жертв сталинской репрессии считаются раскулаченные. То есть те люди, которые во времена массовой коллективизации, то есть в конце 20-х, начале 30-х годов, были лишены своего имущества и сосланы. Перед тем, как говорить о масштабах раскулачивания, давайте подумаем и обсудим вопрос, а собственно зачем Сталину подавилась такая мера. Мера, несомненно, чрезвычайная и приведшая нашу страну к таким большим потрясениям. Естественно, для тех, кто привык обличать Сталина во всевозможных грехах, здесь ответ ясен, что Сталин он как бы злодей по своей природе и поэтому он только и думал о том, как бы нанести побольше вреда нашей стране и ее населению. И как бы что-нибудь такое еще придумать кровожадное и злодейское. Но для тех людей, которые считают, что все-таки Сталин был не кровавым маньяком, а руководителем государства, причем еще вполне успешным руководителем, если судить по результатам его правления, для таких людей совершенно ясно, что и для коллективизации должна быть какая-то разумная причина. В чем же эта причина состояла? Давайте посмотрим на историю нашей страны и точнее историю ее сельского хозяйства в 20 веке. Как известно, до революции наша страна была достаточно крупным экспортером хлеба, то есть российский хлеб в больших количествах поступал на заграничные рынки. Сегодня очень многие люди из числа тех, кто привык вздыхать по России, которую мы потеряли, считают это несомненным признаком процветания. Но тут надо сразу же сказать, во-первых, что сам факт импорта или экспорта продовольствия, он никаким образом не свидетельствует о благополучии страны. Потому что, если взять, например, те же самые время начала 20 века, то мы видим, что с одной стороны Россия хлеба вывозила, а, например, та же самая Англия ее вывозила, но при этом почему-то все массовый голод в те времена происходил именно в царской России. А массовый голод у нас происходил регулярно. То есть практически через каждые несколько лет происходила очень крупная голодовка. И когда, в общем-то, приходилось срочно направлять ту же самую продовольственную помощь в пораженные голодом районы, когда там возрастала смертность. Собственно, если мы почитаем тех же самых классиков, того же самого Льва Толстого, Короленко, то мы увидим там очень множество ярко описанных примеров того, как, так сказать, выглядел голод в той самой царской деревне, о процветании которой, как нам любят сегодня рассказывать поклонники Говорухина. Но как же так получается, что вот с одной стороны в стране хлеба не хватает, а при этом его вывозят за границу? А происходило это потому, что основную массу товарного хлеба, то есть именно того хлеба, который можно продать, в том числе и за границу, в нашей стране давали крупные хозяйства. То есть это, во-первых, помещики и, во-вторых, кулаки. А и те, и те использовали для своего хозяйствования наемный труд. То есть, с одной стороны, в деревне существовали массы бедняков, которые, в общем-то, либо не имели там своего надела, или не имели лошадей, инвентаря для обработки земли, и были вынуждены идти вот потрачить к богатым хозяевам. Соответственно, в этих крупных хозяйствах выращивался тот хлеб, который и шел куда-то на продажу. Что произошло дальше? У нас произошла революция 1917 года, после которой последовал передел земли, когда у нас те же самые помещики и те же самые древолюционные кулаки были частично уничтожены, частично изгнаны из страны, земля у них была отнята и поделена, после чего социальный состав нашей российской деревни существенно изменился. То есть, если раньше у нас действительно была, с одной стороны, прослойка крупных хозяев, а с другой стороны масса бедняков, то теперь основную массу составили как бы середняки. То есть, люди, которые, с одной стороны, в общем-то, не были такими обездоленными, то есть, они могли сами себя обеспечивать хлебом, но при этом также они и не имели возможности выращивать хлеб на продажу. Или, по крайней мере, выращивали, если выращивали на продажу, то в небольших количествах. Потому что здесь надо понимать, что мелкое хозяйство, оно, если брать применительно к сельскому хозяйству, всегда менее эффективно, чем крупное. И особенно это характерно для нашей страны, с ее таким, скажем, сразу не самым лучшим климатом для сельскохозяйственной деятельности. Поэтому получилось, что к середине 20-х годов в нашей стране начались такие большие проблемы, связанные с тем, что просто не стало хватать товарного хлеба. То есть, того хлеба, который может из деревни вступать в города для того, чтобы кормить то же самое городское население, чтобы кормить армию, чтобы, в конце концов, вывозить его за границу в качестве некого такого экспортного товара. Потому что, собственно, надо же с чем-то за границей расплачиваться за, например, ту же самую технику, которую мы ввозили для своих заводов, строящихся. И, естественно, что такое положение, оно было ненормальным. И, более того, такое положение, оно, в общем-то, угрожало самому существованию нашей страны. Потому что понятно было, что если случится война, то нам придется очень плохо. И в этой ситуации можно было пойти по двум путям. Первый путь – это путь, фактически, возрождения того же самого, так сказать, крупного частного хозяйства в деревне. То есть, для этого нужно было дать возможность тем же самым кулакам, которые, опять появились в нашей деревне, значит, как бы новые поросли так называемых крепких хозяев. Нужно дать им было возможность и погонять и дальше, то есть, дальше обрастать там землей, там, так сказать, всяким инвентарем, подширять эти хозяйства. Но при этом, поскольку такое крупное хозяйство, оно невозможно без использования наемного труда, для этого нужно было параллельно и разорять другую часть деревни. То есть, опять добиться вот этого, как бы, социального расслоения, чтобы, с одной стороны, были такие очень крепкие хозяева, а с другой стороны, такие гораздо, так сказать, более крупные массы, в смысле, гораздо более многочисленные массы бедняков, которые были бы готовы там за гроши наняться этим крепким хозяевам, бодраки. Понятно, что такой путь был для советской власти неприемлем, в чем он был неприемлем, как и по соображениям идеологическим, потому что все-таки Советский Союз, он строился именно как государство справедливости, и такой подход противоречил самим основам советской идеологии. Но, с другой стороны, такой подход был и непрактичен, потому что понятно, что те же самые многомиллионные массы христианства, они не будут так вот спокойно взираясь, как их там начнут разорять и закабалять, те же самые кулаки, и это явно вызовет, в общем-то, массовые волнения и восстания, и, опять же, может привести, фактически, к гибели нашего государства. Поэтому был и второй путь. Второй путь заключался в том, чтобы создать крупные хозяйства, но уже не на капиталистической, а на социалистической основе, то есть в виде тех же самых колхозов и совхозов. Но при этом тут важный момент был в том, что ждать, когда эти хозяйства будут созданы добровольно, эволюционным путем, у нас просто не было возможности. Потому что ведь что у нас наблюдалось к концу 20-х годов? К концу 20-х годов стало ясно, что не за горами Вторая мировая война. То есть явно будет новый крупный конфликт между ведущими государствами мира, и явно наша страна не останется в стороне от этого конфликта. И понятно было, что в том состоянии, когда наше государство имело промышленность, в общем-то, слабо развитую, которая только восстановила уровень 2013 года, к 2027 году примерно, страна с малочисленной и слабо вооруженной армией, она, в общем-то, явно не имеет никаких шансов на выживание. И единственный выход, который был возможен в этой ситуации, это была форсированная индустриализация. Как тогда вырынулся Сталин в одном из своих выступлений, что мы отстали от ведущих стран на 100 лет, мы обязаны побежать это расстояние за 10 лет, иначе нас сомнут. Поэтому нужно было в промышленности проводить срочно индустриализацию, и, соответственно, нужно было также и сельскохозяйство модернизировать, то есть, во-первых, добиться стабильности поставок хлеба из деревни, и, во-вторых, высвободить те рабочие руки, которые потом можно будет использовать в промышленности. И все это нужно было делать очень срочно. Поэтому у нас и было предпринято то, что вошло в историю как коллективизация. Да, этот процесс был во многом насильственный и сопровождался многочисленными перегибами. Но сейчас те, кто обвиняет в этом Сталина, они, фактически эти люди, обличители Сталина, исходят из такого представления о том, что Сталин был эдаким всемогущим и всеведающим существом, который, в общем-то, с точностью знал о том, что происходит во всей стране, вплоть до самой глухой деревни. И при этом он лично ответственен за любую корову, которую отняли у какой-то семьи бедняков, раскулаченных за одно с кулаками. И несправедливо раскулаченных. Но, естественно, что элементарный здравосмысл подсказывает, что, в общем-то, это все не так. Ведь, фактически, эта коллективизация, она осуществлялась на местах теми кадрами, которые там имелись. А кадры эти тоже были, в общем-то, зачастую далеко не самые лучшие. Также надо прекрасно себе отдавать отчет в том, что в этой коллективизации, в тех же самых деревнях, непосредственно ее осуществляли те же жители этих деревень. То есть, фактически, там шла борьба между различными социальными группами, шло массовое сведение счетов. И при этом, естественно, также страдали и вместе с виновными. А все-таки тех же самых кулаков, которые использовали наемный труд и эксплуатировали своих досельчан, их назвать невиновными, в общем-то, как-то язык не поворачивается. Но вместе с ними страдали и невинные. Но при этом, что надо отметить, что тогда советская власть, она пыталась эти перегибы исправлять. Ведь можем вспомнить и эту знаменитую сталинскую статью «Головокружение от успехов», после которой там все-таки часть перегибов была исправлена. Также надо, кстати, отметить важный момент, что те же самые раскулаченные, они имели возможность жаловаться на свое раскулачивание. Причем это количество жалоб, оно, так сказать, было очень велико. Там доходило вплоть до того, что, как я вижу там из документов, например, что в такой-то район поступает 35 тысяч семей из раскулаченных, от них подано 30 тысяч жалоб на неправильное раскулачивание. То есть понятно, что все-таки эти люди, они таким образом, в общем-то, надеялись хотя бы на то, что справедливость может быть восстановлена. И действительно, из ряда часть таких дел, она пересматривалась. И людей, значит, их освобождали из мест Кулатской ссылки, в общем-то, и, можно сказать, восстановили в своих правах. Ну, при этом, естественно, что кто-то оставался в местах, так сказать, не столь отдаленных. И эти люди, они, значит, естественно, составили одну из категорий тех, кого можно назвать жертвами сталинских репрессий. Каково же было количество этих раскулаченных? Об этом мы поговорим с вами в следующей передаче. Редактор субтитров А.Семкин